Детская библиотека номер 9, округа Майская горка, представляет Елена Соломбальская, сказка про ёржика Малыш у мамы растёт таким весёлым и непоседливым. Она молодая ежиха, старается успеть за своим сыночком, но не всегда это получается. Растилает мама в ямке под деревом сухие листья, говорит ребёнку «Ложись, ёжик!» А он как начнёт кувыркаться, топтаться по листьям да смеяться. Однажды мамочка в сердцах от шалости сына сердито сказала «Нет, ты не ёжик, а ёржик какой-то!» Сорока на ветке сидела, новость эту сразу к себе на хвост сверху прикрепила и по всему лесу её растрезвонила. «У ежихи сынок ёржик! У ежихи сынок ёржик! Очень весёлый!» Так и стали все ёжика звать в лесу. А ещё малыш удивляться любил. Только глазки утром откроет, сразу говорит «Опять утро? Оно ведь уже вчера приходило!» Ежиха ему терпеливо объясняет. «Вчера другое утро было, пасмурное, заплаканное, с тёмной тучей. А сегодня смотри-ка!» Солнцем улыбается, лучами солнечными нас гладит, цветочками раскрытыми радует. И ёжик уже весело смеётся и напевает песенку. «Здравствуй, утро, чудо! Приходи опять! Очень-очень буду завтра в гости ждать!» Маленькие птички-пичуги на ветках деревьев и кустов услышали его песенку. На птичий язык перевели и всему лесу её пропели. Щебечут, крылышками машут, под лучиками солнца их глазки так и блестят. А зайчатки лапками умываются и приговаривают. «Это ёржик опять новую песенку сочинил про хорошее утро, а пойдёмте-ка мы к нему все вместе в гости!» Смотрит мама Ежиха, а к ним целые толпой зверюшки идут в гости. Она лапками всплеснула. «Ой, да где же-то мы всех разместим-то? Чем угощать будем?» А её сынок не унывает, новую песенку поёт. «Если кости на пороге, к нам приходит день рождения, отправляемся в дорогу, чтоб собрать всем угощенье». Зверята, смеясь и подпевая каждый на своём языке, пошли вместе с ёжиком и набрали ягод, орехов, мёда, чистой воды из ручейка. А потом нашли большую полянку и все вместе отметили день рождения ёржика. Ещё веселее стало в лесу. Ну и малыш! У всех теперь хорошее настроение. В лесу вечер наступил. Так Ежиха сыночку сказала. Ёржик забеспокоился. «Мамочка, а вечер большой? Он тяжёлый? На кого это он наступил? А вдруг ему больно?» Мама Ежиха головой покачала и ответила. «Какой ты, ёржик, у меня необычный! Все дети, как дети, один ты такие вопросы задаёшь!» А сыночек сидит и вздыхает. Всё думает о том, на кого этот вечер наступил. И песенку грустную-прегрустную запел. «Наступил неловко вечер на кого-то в темноте. Светлячки, зажгите свечи! Надо ведь помочь в беде!» Мама Ёржику говорит. Светлячки не свечи, а огонёчки зажигают. «Держи, сыночек, съешь-ка лучше яблочко на ужин. Скоро ночь наступит, спать пойдём». «Мама, а ночь тоже наступит! Ночь придёт с луной и звёздами, И мы с тобой спать отправимся. А скоро она придёт? Скоро, скоро, ёржик!» И ёржик повеселел и новую песенку запел. «Звёзды развесит ночь, вечер умчится прочь, Ну а к большой луне я полечу во сне!» Съел малыш яблоко и лёг на листочке. Уснул. А утром проснулся. Много дел ему надо успеть. С мамой поговорить, птичек послушать, С другими зверятами встретиться, День рождения зайчат отпраздновать, Покувыркаться, посмеяться, Побегать по лесу, Новые песенки сочинить. Мама тихонько и ласково говорит, «Доброе утро, милый!» «Сынок, утро уже в гости пришло, Открывай глазки, умываться пора!» Птички на ветках сидят, На тебя смотрят, Песенки ждут, Сочиняй скорее, Мой маленький ёржик! 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 Мой маленький ёржик!